Я очень прошу, пожалуйста, тихо. Па года тому назад, в сентябре, мне стало Лазарю Гадаеву. Эта выставка – дань его памяти и возможность увидеть еще одну грань его творчества, поскольку рельефы, которые вы здесь видите, в большинстве своем не выставлялись никогда. У редакции журнала «Наше наследие» были особые отношения с Лазарем Гадаевым. Мы очень любили его, очень почитали, восхищались его талантом. Слово главному редактору журнала Владимиру Петровичу Ильинишеву. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли именно на эту выставку, потому что она нам действительно очень дорога. Лазарь был не просто другом нашего журнала, он был каким-то, так сказать, певцом-богом нашего журнала. Если вы пройдете по нашему саду, вы увидите Пушкина, Блока, мальчика, играющего на свиреле работы Лазаря Гадаева. Мы, в общем, соседи здесь, недалеко его мастерская. Я помню, как было интересно с ним работать над памятником Пушкину, 200-летию со дня его рождения. Как-то спонтанно родилась эта идея. Удалось найти этюд Черенцова, на котором Пушкин и Жуковский, и проставлены их роста. И Пушкин вот эти 162 сантиметра. И у Лазаря родилась вот эта мысль сделать точно фигуру Пушкина, его натуральный рост и поставить его на землю. И вот появился наш Пушкин, как мы говорим, что Пушкин 21 века. И мне очень приятно, что в дни памяти Пушкина около него появляются люди, приходят, кладут к нему цветы, приезжают иногда экскурсии. Мне очень приятно, что маленький блок, которого Лазарь сделал, две скульптурки. Одна находится в музее-заповеднике блоков Шахматова, другая в музее Цветаевой. Он мечтал поставить памятник блоку в его музее-заповеднике Шахматова. К сожалению, сделать этого не успел, хотя к этому были все предпосылки. Тушет был чудный, талантливый и очень своеобразный скульптор, вы все знаете, не хуже меня. Но то, что еще этот скульптор оставил после себя, вот в этих рельефах, в этих замечательных работах, которые так были прекрасно экспонированы в Топяковской галерее, в свою душу, что жизнь его остановилась, к сожалению, и больше мы не увидим его новых вещей, в этом большая печаль. Выставив эти рельефы, мы еще раз вспоминаем Лазаря. Это тема, как вы видите, уже высокодуховная. Он, в общем, как-то уже воспарил в своем творчестве, в этих вещах, особенно в страстном пути. Он же как-то сверху смотрел на бытие земное. И показал всю тонкость своей души, духовность и умение владеть таким сложным материалом. Вы посмотрите, как в бронзе-то у него живет. Повторяю, посмотрите, как у него поверхность пушкина. Это удивительная совершенно, удивительный скульптор. Замечательно, что его наследие сохраняется. Я уверен, что будет еще ни одна, ни две выставки. И мы горды, что Лазарь выставляется, продолжает выставляться в нашем журнале. Спасибо вам большое за то, что вы сделали это. Спасибо. Спасибо. Впервые показаны рельефы и стыкло «Страстной путь», которые делались для университета Дворета. И я хотела бы, чтобы Костя немножечко об этом рассказал. Ну, рельефы, эскизы рельефов показаны вот так впервые, да, потому что была замечательная, на мой взгляд, выставка в зале «Артерия». Вот Нина Кибрик присутствует здесь, которая организовывала эту выставку. Там были полностью выставлены все большие рельефы. Здесь вот один, в Средяковске было шесть рельефов. Вот, был вечер, тогда отец комментировал многие работы и слайды, была удавшаяся выставка. Вот, и эти работы, вот в оформлении оригинальное, отцовское, они приехали, так как этот проект задумался с архитектором Александром Горкаевым, вот, и он любезно, вот, сейчас вот привез, перевозят потихонечку рельефы, которые остались там, эскизы. Вот, это в городе Ларета, Пенсильвания, да, университет Святого Франциска, там монастырь францисканский. И планировался очень красивый проект, вот, ну, отец сделал все рельефы и в большом размере, кроме одного распятия, он остался в маленьком размере. И вот фигура Святого Франциска, она тоже в эскизном варианте осталась. Проект это еще, может быть, состоится. Вот, но я, конечно, хотел со слов благодарности начать, вот, и Владимиру Петровичу, Ане Шерлову, и Елене Пашутиной, и Александру Рюмину, вот, люди, которые для отца очень много сделали. Вот, и с восхищением я посмотрел на работу Владимира Чайки, замечательного фотографа. Я думаю, мы еще, когда какие-то выступления закончатся, еще раз будем иметь возможность посмотреть, посмотреть этот замечательный слайд-фильм, потрясающая фрагментация скульптуры с невероятным пониманием пластики. Вот, и немножко я хотел просто отчитаться, как бы, да, потому что выставка это уже четвертая после ухода отца. Вот, первый год прошел, как бы, в таком смятении, а во второй год, значит, первой выставкой была в Третьяковке 20-й век была, ну, достаточно большая выставка. Вот, потом, недавно, вот, только что мы привезли выставку из Саратова, вот, 150-летие Радичевского музея, в котором у отца и Натальи Нестеровой несколько лет назад, 10 лет назад, по-моему, была выставка. Вот, они попросили, чтобы дом Павла Кузнецова, это фериал Саратовского музея, вот это 150-летие, встретил выставкой отца. И сейчас мы стараемся показывать вещи малоизвестные, правильно, вот, Елена сказала, что некоторые рельефы здесь не видели, даже близкие люди там, они, ну, или не замечали их, может быть, среди большинства работ. Вот, а там было выставлено 65 работ графики, вот, которые уж совсем немало кто видел, вот, и 33 малые пластики работы. Вот, вот, потом была выставка задуманная еще при жизни отца, очень красивая, большая, полнокровная. Это музей Александра Мени, она задумывалась как заочная встреча двух современников, проповедник отца Александра и скульптор Лазаря Гадаева. Вот, вот, людей, для которых мотивы евангельские, жизнь в Евангелии, ну, наверное, была для отца, особенно в последние годы, чем-то главным и стержневым. Вот, ну, и вот сегодняшняя выставка, она посвящена рельефам, что можно сказать еще. Я думаю, что не случайно, что именно вот в этом месте, таком намоленном художниками, и Отцовская не первая здесь выставка, не случайно, что и Пушкин стоит здесь. В этом есть своя закономерность, потому что, как ни старался отец участвовать в конкурсах, там, все-все-таки его вещи, они не площадные, в них дух площадной отсутствует. И, наверное, это закономерно, что Пушкин, одна из его любимейших работ, нашел место вот в этом дворике. Вот, потому что вот этот внешний эффект, который хорош, может быть, на площади, он совершенно в его искусстве отсутствовал. Вот, ну, и надеюсь, что творческим духом отцовским мы будем еще не раз объединяться. И я еще раз, работа над экспозицией, и, ну, надеюсь, бережная в мастерской идет, и я еще раз и каждый раз говорю это, что звоните и приходите в любом составе, приводите молодых людей. Приходит очень много народу, вот только что на днях симпозиума скульпторов было очень много молодых людей. И мне кажется, это очень важно, чтобы новое поколение, особенно люди, занимающиеся искусством, искусствоведы, скульптора, художники, чтобы они как-то прошли через эту мастерскую, узнали, что это искусство существует. И, возможно, кому-то для кого-то это окажется очень важно. Вот, спасибо огромное, что Вы пришли, и спасибо Артем Петрову. Спасибо, что Вы пришли, может быть, Вы хотели бы сказать несколько слов? Да, но я хотел бы немножко позже сказать. Ну ладно. Можете сидеть. Я буду немножко рассказывать документальный. Моя встреча, вот эта выдающаяся сегодняшняя наша скульптора Гадаева, это был в 60-м году, в 1960-м году. Я очень дружил семью, армянскую семью, которые мне очень много помогали, когда я юный был. Вдруг они пригласили мне на свадьбу. Я пошел в эту свадьбу, и мне сделали тамадой. Оказывается, эта свадьба была Гадаева. Вот эта очаровательная мама, которая была любимой моей девушкой, я ее даже называл Зачик. Почему два зубы впереди, как Зачик, папа? А другая умница, Мара. Марочка, да. Иди Мара. Иди сюда, иди сюда. Уже не умница, она уже большая, ты застала. Вот эта Мара, она дружила с выдающейся актрисой Самуэлловой, который играл этот журавей. Мы с ней завидовали Самуэлловой. Почему? Я завидовал, потому что через шур красиво было. А это была школьница. Вот эта школьница окончила доктор, профессор и умнейшая женщина стала. С этого дня я дружил Гадаеву. Дело в том, что эта семья сразу помогли Гадаеву найти мастерскую в подвале. Ну, сразу в мастерскую не занялись. Нашли около своего дома, около вашего дома, в подвале. И годовые бедные возможностей. Еще учился Манезера, это бездарного художника, который учил циркулом, мерить все отношения. Он начал делать маленькие вот такие вещи, чтобы, что это мастерской позволяет, что его деньги позволяют. Тогда не были, это, отлитным мастерской не было. И мама их немножко жаловалась, мне говорит, я не понимаю этого моего зайца. Что тот делает маленький? Оказывается, этот человек бросил все учебы, начал свои воспоминания. И вы нашел из народного творчества и стал сегодня один из наших лучших скульпторов, лучше меня. Уже я не говорю о остальных. Я хочу благодарить этого дома, который ему дал возможность сделать памятник Пушкина, который стоит в дворе. Это время мне приглашали, но я опоздал опять, опоздал, еле-еле дошел, уже начал приниматься этот памятник. Я хочу вам уверить, это одна из лучших работ Пушкина, что я вижу. Это лучшая опекушина, а не кушина, всякие это Пушкина, которые делают. Никто не делает этот маленький рост, неградянский лицо, вот такого носа. Никто не делает, все украшают. Из него делает чудный рыцарь. И кламенту форна не относится к его содержанию. Я хочу сказать, это один из лучших Пушкина, который стоит здесь в дворе. Еще скажу одну из случаев. До смерти месяца, до смерти он пришел, звонил и пришел ко мне. Мне принес подарок. Оказывается, я когда работал в Висотного дома на площади Стани, архитектором был Мендуянц и Пасохин. Мендуянц это ростовик моей, это... Марию и Аллу. Главный архитектор был Мендуянц. Это у внешней армянина, тоже невысокий рост, как Пушкин. Который делал Сева, Висотного дома. Ну, это армад не буду считать, потому что это срочно надо было много этого дома делать. Я хочу сказать Сева, который один из лучших зданий Москвы. Потом, когда мне принес моя скульптура, которую в 60-м году, даже в 55-м году я лепил Мендуянцу, я забыл. Лепил и оставил гипсом. Он отлил. Специально принес мне подарок. Это было так трогательно, потому что я нашел свои старые работы, и еще на бронзу. Хочу... У меня одна идея есть. Может быть, неудачный, может быть, глупый. Но все-таки я хочу это сказать. Я очень люблю этот дом. Очень люблю, потому что здесь я вижу, творчество идет. Может быть, Гадаевская работа сделает здесь, как музей. Вот документальный вы получите от семьи временно. Пусть стоят здесь, чем мастерской. Пусть люди смотрят. Я думаю, эта идея очень хорошая будет. И грантушаны не высоки своим размером, а своим содержанием они очень высоки. Я думаю, вам не трудно это сделать. Только надо иметь мужество, чтобы добиться. Его душа, наверное, живет надеждой. Вера, надежды и любовь. Все я сказал. Заходилом скульптуры Третьяковской галереи Людмила Викторовна Марц. После Николая Баградовича никто бы вступать не может. Не случайно он хотел последним. Мне по-настоящему посчастливилось сделать последнюю прижизненную выставку Лазаря Гадаева, которая стала и первой посмертной. И принимать активное участие в том, чтобы отпевание его было в Третьяковской галерее. Я, в общем, счастлива, что я знала близко Лазаря, жила с ним одновременно, видела много его работ. Но рассказывать о творчестве Гадаева людям, которые в доме, который родной, и где собралась, в общем, творческая семья, в общем, невозможно и не надо. Я только хочу сказать, что я сегодня думала, что искусство Лазаря настолько велико. Вот такой большой художник, я хочу оговориться. Я слово художник употребляю редко, но в понятии как качество. Скульптор, живописец, график далеко не каждый художник. Вот Лазарь был огромный, то есть не было, а есть. Огромный художник, большущий. И то ли чувствую ущербность моей профессии, то ли вообще ущербность слова. Описать, объяснить адекватно словами то, что значило и значит его искусство, безнадежно. Любое описание, любые слова всегда будут меньше его искусства. Наверное, всем нам и будущим людям предстоит в меру своего понимания, в меру своей интуиции, в меру своей сущности понимать на каком-то уровне ту лестницу смыслов, которые заложены в его произведениях. В общем, знаете, до сих пор не верится, что его нет. Конечно, я знаю, что Лазаря нет, но вот поверить в это. Вот сейчас мы смотрели, как будто бы мурашки по коже, все это очень живо. Я думаю, что Лазарь, мы же не знаем, каков тот мир, насколько это. Я думаю, что он здесь, сейчас. Во всяком случае, когда мы смотрели эти кадры, это было, конечно, так. Ну, я так верую. Еще, знаете, я сегодня вспомнила слова Анны Ахматовой, которая говорила, что будущее всегда стучится к нам, даже тогда, когда его еще далеко нет. Лазарь чувствовал, слышал этот стук. Этот стук, этот звук будущего и последние его рельефы. Это неописуемое нечто. Конечно, если бы осуществился этот проект, Костя, это было бы замечательно. Какова судьба будет? То, что вы делаете, это прекрасно. Но у меня будет все время чувство вины. Вот что еще можно сделать нам? Третьяковка даже не может купить пока ни одной вещи из того, что было на выставке. У нас нет денег, не дают нам этих денег, и все. Вообще, вы знаете, уходит поколение. Это, конечно, грустно, но это объективно. Но Лазарь у нас один из самых великих наших поколений в этом времени. И не только. Я думаю, что это и дальше. Ну, в общем, я его очень люблю. Люблю его искусство. Спасибо. Я думаю, художник Владимир Чайко сегодня сделал нам огромный, щедрый подарок. Дал возможность действительно увидеть, почувствовать и вспомнить Лазаря. Его работу. И, наверное, действительно очень сложно. После того, что мы увидели, и как это было сделано, как преподнесено, очень трудно что-то говорить о его творчестве. Но, тем не менее, если кто-то хотел бы еще что-то сказать, пожалуйста. Уже место? Да, пожалуйста. Валерий Яковлевич. Вы знаете, я бы хотел вспомнить такой эпизод, который... Я не был его свидетелем, но очень образно и интересно о нем рассказал один замечательный человек. В 50-е годы в Большом здании консерватории Святослав Рихтер играл какую-то новую сонату Прокофьеву. Очень сложную, очень такой полифоничную, непонятную публике. Но он-то понимал, что он играл. И один в ложе сидел Прокофьев. И он беззвучно смеялся. И вот как бы два гения. Один играл, другой как бы воспринимал то, что он написал. Они понимали друг друга. И вот это я сегодня эпизод вспомнил, когда смотрел Чайкин фильм. Сегодня как бы два великих художника встретились вот в этой комнате, на этой выставке. И они встречались и раньше, но сегодня это два как бы великих художника. И вот один как бы в пластике, в металле оставил нам чудеса своего видения мира. И вот Володя Чайка своим потрясающим... Смешно назвать фотографом. Он художник, он великий художник. Он во всех проявлениях замечательный, великий. И они сегодня встретились. И я думаю, что вот надо обязательно нам, обязательно вот Лена начала поблагодарить Чайку. И вообще, вы знаете, вот у меня все время такое чувство, когда я вспоминаю Латаря, вспоминаю я его. Но, ну, сами понимаете, очень часто, большая часть жизни прошла рядом, близко. Вот. И у меня такое ощущение, что вот как бы я ему чего-то не договорил. Что я ему слишком мало добрых слов сказал. Что я его мало хвалил. Он был такой, ну, как теперь говорят, самодостаточный. Он был как бы значимая фигура. Как личность, как художник. И поэтому казалось, что, ну, что ему мои комплименты. Что ли... Того, что я еще раз скажу ему. Лазарь, вот ты, это, ну, просто гениально то, что ты сделал. Вроде как стеснялись мы, даже близкие ему люди. А я думаю, что этому было очень нужно. И я думаю, что в этом есть как бы наша вина. И поэтому я еще раз, еще раз вот как бы напоминаю всем. Не стесняйтесь говорить при жизни друг другу добрые слова, если есть к тому повод. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...